Обратите ваше внимание, когда народ спрашивает у меня в отношении переводов, какой Библии, каким переводом пользоваться. Можно пользоваться, конечно, всеми видами переводов, но базовый, основной перевод у вас должен быть всё-таки синодальный. Невзирая на то, что в нём имеется, конечно, он оставляет желать лучшего, есть определённые неточности, но... Но... Это наш основополагающий перевод. Пока не будет у нас других видов переводов, таких, которые бы превзошли, и по точности, и по аккуратности, и по правильности, и по литературным требованиям, требованиям со стороны правописания и других. Пока ничего такого особого рекомендовать не могу, но скажу. Есть хороший перевод, это, говорю, под редакцией «Баечка», это в украинском языке. Это они отредактировали перевод Кулеша. Отредактировали. Это единственная Библия с комментариями. Вот этой можете смело пользоваться. Также переводом Агиенко на украинском языке тоже можете смело пользоваться. И когда вы будете пользоваться переводами на украинском языке, то вы, конечно же, будете видеть большую разницу между украинскими переводами и синодальным переводом. Так вот, я должен вам сказать, всё, что в переводе Кулеша и Агиенко, там будет указано, у них более правильно, если будет разбежность, расхождение в переводе, более правильно, чем в синодальном. Если там разные виды залогов, разные глаголы, разное время там, в синодальном там, допустим, настоящее время или будущее, а у них указано это прошедшее, там более правильный. Вы будете сравнивать с оригиналом, можете обращаться к ним, и будет каждый раз убеждаться, что да, у них более правильно. Это более поздний, более точный, более аккуратный перевод. Вот эти два украинских перевода. Что? Красное юбилейное здание. Да, есть ещё, есть ещё, Библия называется «Юбилейное здание» 2000 года. Она примерно такого формата, есть и среднего формата. Красная, полностью красная, так и написана Библия на русском языке, и внизу написано «Юбилейное здание». Это готовили у нас в Киеве, это издание. Там они не делали новый перевод, но сделали новую редакцию. Точно так же, как в Библии Геце изменены все это посему, сего, там все эти слова изменены. Точно так же там изменены и эти слова, и кое-что отредактировали из старославянских слов, архаичных слов, которые просто-напросто любят, сейчас читая, не понимают. Там слова такие, как «поелеку», там «поцчетесь» и прочее-прочее. Вроде бы русское слово, но это не совсем русское, сколько старославянское слово. Поэтому они сделали тоже новую редакцию, не перевод, просто редакция. Просто редакция. Ну, тоже хорошее для прочтения русским языком синодальный перевод в такой их новой редакции, более современной редакции. В отношении других переводов радостная весть, Новый Завет Турканяка, хорошо пользоваться вам так же Еврейским Новым Заветом, хорошо. Даже рекомендую очень настоятельно, невзирая на то, что там едиоматический перевод, свободный перевод. Но вам главное зачастую понять смысловое значение, то, что хотел сказать автор послания через этот перевод. Естественно, для более глубокого изучения Писания, еще вам говорю, если вы затратите деньги и приобретете вот этот Новый Завет посрочно с греческим, конечно же, вы будете знать все. Но это только лишь для тех, кто хочет углубленно изучать священное Писание, настоятельно изучать. И помните, что это 26-я редакция Алленда, что тексту с рецептуси дается в сносках внизу. Там делается в тексте, в основном делается указание, значок. Журомский не делал перевод совершенно. Журомский использовал синодальный перевод и к нему, к этому синодальному дал греческий подсрочник. То есть к каждому греческому слову он привязал то, что мы имеем в синодальном переводе. Даже невзирая на то, что порой имеется расхождение. Например, первое послание Тимофея 2.15. Впрочем, спасется через щедородие, если прибудет, у Журомского написано в единственном числе. Оригинал говорит, что там множественное число, прибудут. Поэтому те, которые в синодальном переводе скрались неточности, он так подставил, но не с большой точностью. Потому что для нас важно, если мы хотим знать время, все-таки там верьте, что получили, или верьте, что получаете, или верьте, что получите. Для нас очень важно знать. Поэтому, когда будете иметь, даже такой подсрочник, хорошо вам иметь электронную версию. Электронную версию. Нет, не Алланда, а Тексуса Ресептуса. Алланда есть электронная версия, да. Обязательно смотреть всегда электронную версию Тексуса Ресептуса. Потому что они существенно разнятся. Вот эти две электронные версии моноскриптов. У меня есть подстрочный перевод, греческий с русскими, то есть это как программа. Как программа. Да, но я не знаю просто какой там. А там внизу должно быть написано ТР или как, или там есть обозначение, условное сокращение. Внизу этой программы. Там внизу есть как бы... Я потом с тобой отдельно поговорю, покажу. В отношении еврейского, я вам сказал, в отношении двух переводов. Украинское библейное товариство наше выпустило перевод Турканяка. И, конечно же, было много в отношении этого перевода нареканий. Просто громаднейшие выходили статьи. И все эти статьи показывали, что, да, была сделана работа, но работа была сделана, как говорят, на корзину. 15 лет труда, которые они не дали никакого, я бы сказал бы, преимущества этого перевода, даже над переводом Агиренко. Взять элементарные стихи и прочитать, и... Стоит только удивиться. Допустим, 1 Тимофея... Откройте 1 Тимофея 5.23. 1 Тимофея 5.23. Вот что написано в украинском переводе, в переводе Национальной Академии Наук Украины, нано-Украины. То есть это перевод, который называется «Вечная Евангелие». Да, вот этим летом она, я верю, что увидит свет, этот перевод. Он так и будет называться, перевод нано-Украины, Национальной Академии Наук Украины. Понимаете, потому что я не хочу, чтобы даже звучало мое имя, чтобы перевод Громова, там, это не надо. А тут редакция вашей будет? Да, будет там все написано, все требования. Я даже высказывала мысль, говорю, Лариса Альинина, чтобы не притыкались люди, там, перевод, там, Иванова, Петрова, Громова или кого-то другого. Зачем это? Просто напишем это. Говорят, нельзя. Есть требования. Вы обязаны написать, кто что, кто редакторы, корректоры, кто художники. У нас классный художник, у нас будет обложка, которая рисовала сестра одна, студентка Библейского института, она к этому призвана, у нее это дар в этом, она получила откровение, и мы сделали. Мы сделали, потому что я говорил, да вот здесь вот так надо, еще вот так. Она делала это все по вдохновению Духа Святого. Побложка будет изумительнейшая. Там будет гроздь виноградной лозы, и которая так, снизу идет лоза, и дальше она уходит лоза. Очень красиво. Это будет на золотом, то есть золотая, это гроздь на коже. Да, очень красиво. Знаете, ну она, ну написано же, продай одежду и купи меч. Я не думаю, что тебе надо будет продавать что-то из твоего. Но это я бы тебе сказал бы, как два хороших тортика, купить и покушать. Вы знаете, сейчас у нас школьники имеют мобильные телефоны. Школьники. Стоимость этого мобильного телефона иногда порой превышает во много раз больше, чем даже Нового Завета. Того, который мы будем издавать и выходить, увидеть свет. Сейчас мобильный телефон стоит, ну, более-менее нормально. Знаете, они же любят там каждый друг перед другом минимум 240-250 гривен. Скажу, что это за цены, где такие цены вы видели. Да. Мобильный телефон сейчас стоит где-то 300-400, хорошие, и тысячу гривен. Еще лучше, и две тысячи гривен. Но я не говорю про другие телефоны, которые уже там баснословные цифры стоят. Но если телефон для школьника покупают за 250 гривен, да? Ну, есть же такие стоимости, есть такие телефоны, да? Нету? Есть. Есть, ну, может быть, есть. Ну, не важно. Важно то, что родители позволяют себе такие покупки детям своим. Хотя что важнее для них, же свечное, опознание Господа или мобильный телефон? Что, Виктор? Я хотел бы спросить, какой учебник, может, посоветуете для того, чтобы так ознакомиться с греческим? Есть один единственный, и два учебника. Один есть полный такой толстый, толстейнейший учебник. Автор. Звонско-Денесюк. Да. Звонско-Денесюк. Но учебник есть и на русском языке. На русском языке это учебник тот же, того же автора, только на русском языке. Маленький, коричневый такой, небольшой, тоненький учебник. Так и называется учебник греческого языка. Он один-единственный. Других учебников не существует. Есть очень толстые, обширнейшие. Но это вообще учебник, как я бы сказал бы. Но это учебник греческого, того, на котором было написано в Ангеле. Да. Там все примеры из Нового Завета, все эти тексты, все эти обороты. Специально с этой целью был издан этот учебник. Так вот, давайте, к примеру, обратимся к некоторым примерам в отношении вот этого перевода. Вот что написано в первом послании Тимофея, пятая глава, двадцать третий стих. Я прочитаю, как написано на украинском мове. Надали пей не лише воду, але вживай трохи и вина, заради твоего шлунка и частых твоих недугів. На русском языке, в синодальном, тоже подобные смысловое значение, да? Да. А в переводе Турканяка что мы читаем? Пять двадцать третий. Тимофею. Вот она. Иди сюда, Виктор. Ты украинский мов володеешь? Нет. Хорошо, будем читать вместе. Воды більше не пей, але вживай трохи вина, задля свого шлунка и своих частых захворювань. Теперь вдумайтесь то, что написано. Воду більше не пей, але вживай трохи... Не, не добавляй, употребляй немного вина для твоего желудка из-за своих частых болезней. Все, рекомендация. Воды не пить, употреблять немного вина. Вода просто была вредная. Может быть, была вредная. Но для сегодня читающего Новый Завет на украинском или на русском, вот так прочитает, он подумает, ничего себе. Воду пить нельзя. Что это? Причем в нашем разумении, современном, сегодняшнем разумении у людей, вино – это алкогольное вино. Хотя в те времена было и безалкогольное вино, и алкогольное вино, перебродившее и не перебродившее вино. Вино, которое видой разбавляли, вино, которое... Да, не будем сейчас о вине. Здесь таких моментов, понимаете, что? В оригинале есть слово «вино», но оно потребляется разными словами и в разных контекстах, где мы понимать должны, что это вино безалкогольное, не перебродившее. А это вино конкретно имеется в виду, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, что это как алкогольное. Поэтому сейчас давайте за вино не будем. А вот, откройте у себя, к примеру, Откровение, 6 глава, 9 стих. Откровение, 6 глава, 9 стих. Откровение, 6 глава, 9 стих. Вы следите на русском языке, что написано. Я буду читать на украинском, как говорит оригинал. И когда он взнял пятую печать, я увидел под жертвовником души убитых за Слово Божие и за свечения, которое они имели. Увидел под жертвовником души убитых. А что мы читаем в переводе этого самого? Подойди век, от Турканяка. И колы, открыв пятую печать, я побачив перед престолом души убитых. Перед престолом Божиим души убитых? Так перед жертвовником или перед престолом, ребят? Есть разница между жертвовником и престолом Божиим? Если у Турканяка нет разницы, если где-то это в греческом тексте, пускай покажут мне. Почему он перевел слово жертвенник как престол? Или... Здесь о русском языке, то есть в украинском языке не приходится вообще говорить. Здесь есть такие слова, которые употребляются, которые в украинском языке, их просто нет таких слов. Там вот ад. В украинском языке пекла, а не ад. Понимаете? Где в русском языке слово ад? Да, в украинском, да. Ну, почему так случилось? Потому что он сам объясняет. У меня даже его записанного свидетельства. Я буду об этом говорить позже. Он никогда не учился в учебных заведениях на Украине, Турканяк. Он вырос в диаспоре, там, в Англии. Ему родители научили украинское язык. Но никогда не заканчивал никакое учебное заведение на Украине. Был в эмиграции, в Италии там учился. Что его просили там. Голова церкви, как он сказал. Глава церкви слепой просил его. Человеку было неудобно отказать ему. Он студентом тогда был. Или вот. Деяние апостолов. 10 глава, 47 стих. Деяние апостолов. 10-47. Виктор, ты нашел? Прочитай, пожалуйста. Кто прочитает мне? Время жалко. У меня он синодальный перевод. Поворачивай. Кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? В переводе отца Рафаэла Турканяк написано. Слушайте. Чи может кто стримати воду, чтобы не хрестились те, кто, как и мы, одержали Святого Духа? На русском? Может ли кто сдержать воду, чтобы не хрестились те, кто, как и мы, получили Святого Духа? Я думаю, что возникнут у людей в понимании Священного Писания проблемы. Что если такое христианство, если такие учения у них тут отображены, то как им непросто все это понять, то что осилили уже другие? Или, ну вот написано у меня, такого народа не существует. Вторая глава Деяния апостола. Помните, идет перечисление, кто слышал это слово. Як же це, що ми чуємо кожне, своєю рідною мовою, в якій ми народилися. Партянці, медянці. Ну, партянці, я не знаю, я, знаете. Партянці. Рафаил Турканяк. Да. Пока нет. Даю, даю. Таких примеров, конечно, много. Или вот. Писельцово, седьмая глава, Евангелие от Иоанна. Почему-то он Иоанна называет Иваном. Но это вовсе не приближает нас, как украинцам по национальности к посланию Евангелия от Иоанна. Потому что имена, как есть, они звучат в оригинале, они так должны и переводиться. Ну, как на греческом. Если на греческом написано Иоанна, то мы не должны его Иваном. Дело все в том, что в оригинале мы читаем на греческом. Есть переводы на еврейский язык. Но нет ни одного документа на сегодняшний день, который можно было бы обнаружить, что Евангелие писалось первоначально, изначально на еврейском. Нет ни одного документа, повторяю, который бы подтверждали, что Евангелие от Матвея так же, как потому что он был левий, писалось на еврейском. Нет документа, подтверждающего. Нет документа, подтверждающего. Матвей в совершенстве знал оба языка. И греческий, и еврейский. У него было еврейское мышление, потому что он сам был из евреев. Но это вовсе не говорит, что апостол Павел не владел греческим языком. Вовсе не говорит, что Иисус не владел греческим языком. С Пилатом на каком языке Иисус говорил? Что, Пилат выучил еврейский язык? Ты задумывался об этом? Пилатом сто лет не снился тот еврейский язык. Ну, когда Павел обратился к народу на еврейском языке, хотя стояли тут же римляны, они все сразу умолкли. То есть речь о том, что до всего этого момента общение шло на греческом. Разве не так? Разве Писание об этом не говорит? Ну, ладно, не будем сейчас об этом. Вот, седьмая глава, первый стих, первый-вторый стих, говорится. Після цього Иисус подорожував по Галилеи, бо не хотів ходити по Юдеи, тому що Юдеи прагнули Його вбити. А наближалося юдейское свято Кучок. Скажите, есть ли такое еврейское свято Кучок? И в Украине-то уже нету. И в Украине такого свято нету. Так, вы знаете, мы не будем просторечия просторечия внедрять в священное Писание. То, что говорят на улице разговорным языком, это вовсе не значит, что то же самое говорит в священное Писание. Это высокий библейский слог. И приныживайте то, что написано в оригинале. А в оригинале там нет такого слова Кучок вообще. и близко. Пророчество. Нет, серьезно. Что? Когда он с учениками ходил, они смотрели на пиццелу прессу. А вот смотрите. Да, слушайте. Да, слушайте. Да, не кран сонку. А вот смотрите. Какое идет конфессиональное искажение первоисточника и конфессиональное привнесение конфессиональных доктрин в священное Писание. Откройте все Евангелие от Иоанна, первую главу. 26 стих. Подойди, пожалуйста, Виктор, сюда, и мы с твоим вдвоем прочитаем. У вас в синодальном переводе написано, Иоанн сказал им в ответ, «Я крещу вас в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете». В самом тексте гречески написано, «Я крещу в Йен». Есть? Есть. В воде. В воде. А что мы читаем? Это же 26 стих, первая глава Евангелия от Иоанна. У него. Иоанн увидит, им сказал, «Я крещу водою, а ла среди вас стоит той, кого вы не знаете». Есть разница между тем, чтобы взять, полить на кого-то водой, или кого-то погрузить в Иордан, или в другую реку, или в другую емкость с водой. Потому что крещение в воде – это символ, когда погружается ветхая натура, ветхий человек, и восстает новое творение. Понимаете? А не просто взял там, полил там, из пробирки вылил на него чуть-чуть, или там беником побрызгал на него водой, и все. Крещу водой. Писание так не говорит, синодальный перевод так не говорит, оригинал так не говорит. Зачем же приносить то, что так не говорится в оригинале? А это уже доктрины, которые начинают строить и делать. Так какая разница там, в воде крестить, или водой побрызгать. Иисуса не брызгали водой. Он пришел на Иордан креститься у Иоанна Крестителя. Или последний пример. О, классный пример. Здесь нужен мне помочь Виктора. Лука, 4 глава, 1-й, 2-й стих. Лука, 4 глава, 1-й, 2-й стих. 4 глава, 2-й стих. Да, написано. А Иисус, исполненный Духа Святого, повернулся над Ярдану, и Дух повел его в пустыню. 40 дней он был спокушенный дьяволом. Да. Турканяк пишет во 2-й главе, то есть во 4-й главе, 2-й стихе, что 40 дней он был спокушенный дьяволом. Да? Да. Искушаемый дьяволом. В другом, на русском языке. Оригинал что говорит? Действительно был что? Искушаемый. 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 Пережемеос. Менос. Пережеменос. Искушаемый. Хорошо. Стой здесь. Но если открыть тот же перевод и почитать 4-й, 4-й глава Матфея, оригинал синодального или не оригинал, синодальный перевод или оригинал текста, то мы тоже увидим, что было в 1-м стихе написано, чтобы быть искушенным дьяволом. Дьявол. Искушенным. Тем не менее, он говорит, тоди дух повив Иисуса в пустыню, чтоб дьявол его выпробовал. Да, я понимаю, что слово перейсмос имеет два значения. Испытание и искушение. Да. И период Агиенко, и период Национальной Академии Наук в молитве Отче наш говорится. Отче, и не веди нас тяжкое испытание. Там действительно перейсмос. Да, перейсмос. Испытание. Не веди нас тяжкое испытание. Это не просто так искушение. Потому что послание Якова говорит, Бог не искушает никого. Говорит, да. Так почему же должны мы молиться и просить, Господи, не веди меня в искушение? Если само Писание говорит, Бог не искушает никого. Зачем же нам просить об этом, если само Писание утверждает, что Бог не искушает никого? Кстати, в Ветхом Завете, там, где Бог испытывал Авраама, оригинал говорит, в синодальном переводе написано, что Бог искушал Авраама. Взял сына, чтобы он отдал его. Там не искушал Авраама Бог. Он его испытывал. Почему? Потому что даже послание к евреям там тоже написано. И был испытуем он. Так вот, если одно и то же самое слово Матфея ты переводишь как был выпробованный, он его испытывал, а в Лукете это же слово, этот стих переходишь как был искушаем, то у верующего, первый раз читающий Евангелие, я бы сказал бы, произойдет, ну, недопонимание. Конфликт, вот здесь конфликт произойдет. А что он там пишет? Тут испытывал, тут искушает. И вообще, как вы думаете, много ли может испытать нас дьявол? Много. Но дьявол, как правило, не испытывает нас, а искушает нас. Бог нас испытывает на верность ему во всех других моментах. Дьявол не испытывает нас. Дьявол подсовывает такие трюки, чтобы мы упали. Он делает все для того, чтобы, ну, бросься с крыши. Ну, это же что-то самое. Сильное испытание, броситься с крыши. Это же понятно, что это Бога Иисус даже отвечает. Говорит, не искушай Бога, Господа Бога твоего. Что Иисус ответил ему, не испытывай Бога, Господа твоего напрасно. Да, или как там. Поэтому, ну, слава Богу за его труд. Но, ну, я его отложил до лучших времен. Можно. Что там? Да, везде, кстати, в Священном Писании в оригинале написано креститься не Духом, а креститься в Духе Святом, потому что там речь идет о погружении в Дух Святой. Даже те слова, которые говорит Иоанн о том, что, ну, идущий за мной сильнее меня, он будет крестить вас в огне и в Духе Святом. Там есть два предлога. В огне и в Духе Святом. Как и в воде. Как бы погружение в Дух Святой идет. И только вопрос. Может ли человек получить Святого Духа без погружения в воду, чем это здесь написано? Может ли человек получить Святого Духа без погружения в Него? В воду. Без крещения в воду. Конечно, можно. Об этом само Писание Священное говорит. Что были случаи, когда они получали крещение в Духе Святом без водного крещения. До вступления в завет с Господом все. А в период нового завета? И в период нового завета тоже точно так же. И в новом завете мы точно так же можем получить сначала водное крещение. То есть сначала крещение в Духе Святом. А потом водное крещение. Не так давно. 24-25 марта я вам говорил. У меня был юбилей. Когда я был крещен в Духе Святом. Я начал молиться в 1 часу 15 минут вечера. Это было воскресенье. 24 марта воскресенье. После воскресного служения. И я закончил первую жизнь молиться на иных языках в 0 часов 5 минут. Конечно, там было много разных языков. И было много свидетелей. Что он молился на одном, на втором. И каждые минут 10 каждый раз новый язык. Прекраснейшие языки. И одним из этих языков, которых Господь даровал мне как дар к говорению на их языках, я по сей день молюсь. Да, он в отчасти похож на греческий. Я люблю свой язык, тот, который Бог мне дал. Очень благодарен Господу. Да, был юбилей у меня. 24-25 марта. И в этот же день у меня родная тетя, я уже скоро буду 90, она мне как одна из оставшихся из нашего рода, рода Громовых, помолилась за меня, возложила на меня руки. Она верующая, искренне верующая, любит Господа. Помолилась, благословила меня, потому что, когда я пришел к Господу, не было уже отца моего в живых, не было матери моих в живых. Так что она, как родная моя тетя, родная сестра моего папы, выполнила то предназначение, которое, может быть, Господь именно до этого времени ее хранил. Но я верю, что она, может быть, и достали, доживет. Да. Она проживет именно столько, сколько Бог ей предопределил от основания мира. Сколько дней, сколько и Бог предназначил ей эту трубу матери. Итак, мы говорили о крещении в Духе Святом. И теперь я могу сказать несколько слов, хочу сказать о радостной вести. Да, для меня это, конечно, не было совсем радостной вести. Вот, к примеру, в Евангелии от Луки написано «Радостная весть». Это Евангелие от Луки, 21 глава, 18-19 стихи. «И все вас будут ненавидеть из-за меня, но и волос головы вашей не упадет». Точка. «Будьте стойками». Самое главное – это «будьте стойкими», написано. И дальше идет «Тире». И что произойдет? «И вы спасете себя». Хотя Писание говорит «И вы будете спасены». А тут, говорит, «И вы спасете себя». Это уже получается, что новая доктрина – самоспасение? Что мы можем сами себя спасти? Нет, конечно. Или вот. «Когда он получил царский престол», это Евангелие от Луки, 19 глава, «вернулся, то велел позвать к себе слух, которым дал деньги, желая узнать, сколько те на них заработали». Помните притчу о талантах и именах? Помните притчу? Здесь написано так. «Первый явился и сказал, господин мой, твой золотой принес мне 10 золотых. Молодец, ты хороший слуга», сказал ему царь. «Второй пришел и сказал, твой золотой принес мне 5 золотых, и тебя ставлю над 5 городами», сказал ему царь. «А третий пришел и сказал, господин мой, вот тебе твой золотой. Я хранил его, завернул в платок, потому что я боялся тебя. Ты человек безжалостный». Вообще. Даже безжалостный. А как же Библия сама говорит? «Я Бог многомилостивый, человеколюбимый». Человеколюбимый. Да. Любивый. Разве может Библия в одном месте говорить, что Бог является Бог любовью? Бог является Бог милостивым, человеколюбивым. И тут же в Новом Завете говорит, что ты человек безжалостный. Нет, конечно же. Это неправильно переведенное слово. Там вовсе речь не идет ни о безжалостности. Я знал, что человек суровый. Я знал, что человек строгий в другом месте Матфея, договориться. Или вот. Восьминадцатая глава, Евангелие от Луки. Но тот, услышав это, сильно печалился, ибо он был очень богат. Иисус увидел, что он перед часом сказал. Как трудно людям зажиточным войти в Царство Божье. Не просто богатым, а зажиточным. Или вот. А это уже неправда. То, что здесь переведено. К Иисусу принесли маленьких детей, чтобы он прикоснулся к ним. Но ученики, увидев это, стали их бронить. За что же не стали их ругать? Они просто воспрещали им. Они не допускали их, чтобы Иисус их там благословлял, все. И он сказал ему, позвольте детям приходить. Дети, пусть приходят ко мне дети. Не мешайте им. Или вот притча о судье. Она говорила им, помоги мне добиться правды, разреши мою тяжбу. Он долго не соглашался, а потом сказал себе, хотя я ни Бога не боюсь, ни людей не стыжусь, но эта вдова такая назойливая. Решу ее дело, чтобы она больше не ходила и не заводила меня. А вот шестнадцатая глава. Он вызвал одно за другим должников своего хозяина. Первого он спросил, сколько ты должен мою хозяину? 100 бочек оливкового масла, ответил тот. Вот твоя расписка ему, сказал ему управляющий, садись и быстрее напиши, 50. Потом он спросил следующее, а ты сколько должен? 100 мешков пшеницы, ответил тот. Тут измерение в мешках, не в мерах, а в мешках, в бочках. Хотя каждое слово имеет значение, потому что люди получают откровение даже на то, в какой мере измеряются и почему. А вот пятнадцатая глава. Притча о блудном сыне. И тогда он, одумавши, сказал себе, сколько работников у моего отца, и все едят до отвала. И еще остается. А я тут погибаю с голоду. Ну и дальше он развивает эту мысль. И дальше написано, что когда его встретил там служитель. Вот я столько лет работаю на тебя, как раб, и ни в чем тебя не ослушался. А ты ни разу не дал мне даже козленка, чтобы я мог повеселиться с друзьями. А вернулся это твой сын, который проел все твое имущество со шлюхами. И ты зарезал для него откромленную теленку. Я после этого закрыл, сказал, хватит. Для меня это не является священным. Понимаете? Это не просто просторечие. Это то, что является святым, высоким, богодохновенным, сделали уличным. и вообще в школах. Можно детям так говорить? Это что, образец того, как мы должны благовестовать, поступать? Может, кому-то это более понятно, сидя в местах лишения свободы. Но он хочет, Господь, сделать их там тоже свободными. Через высокий слог, через хороший язык, через литературный язык, через общеупотребительный язык. Таких примеров я могу много вам привести из радостной вести. Я говорю, я, да, я прочитал эту весть радостную, мне плакать захотелось. Что слово превратили, извратили до такой степени, что, знаете, ребенку дать почитать, он скажет, папа, а что такое шлюха? Хорошо. Давайте у нас есть еще сколько минуток времени? Минут пять. Даже эти пять минут используем по назначению. Интересная притча в Матфея 15-26. Матфея 15-26. Прочитаю быстренько, чтобы, знаете, он же сказал в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросить ее псам. Так написано в синодальном переводе. Оригинал так не говорит. Поверьте мне, я сейчас могу открыть, но я все-таки открою, чтобы вы не сомневались. 15 главу 26 стих Евангелия от Матфея ко мне Виктора подойдет и увидит. 15-26. И я прочитаю вам этот стих Подожди, Виктор. Ну что, сейчас Виктор будет читать. В переводе Национальной академии на Украине написано, а он сказал в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и детей. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить, знаете, кому? Псам. Нет, читай. С щенкам. С щенкам. Что в оригинале написано и бросить? С щенкам. Дело все в том, что слушайте внимательно. Подумаешь, казалось бы, большая разница между псами и щенками. Дело не столько возрастной разницы псов или щенков, все равно, ведь то и то и собака. Сколько в отношении Иисуса к хананиянке и в тех словах, какие использовал сам Иисус при общении с людьми. А Дух Святой при написании этого Евангелия. Дело в том, что по Моисеему закону эти животные, псы, считались нечистыми, как они доселе считаются нечистыми мусульман. Между евреями считалось крайне оскорбительным сравнивать кого-либо с мертвым псом. Первый царств 24.15. И даже деньги, полученные за продажу столь презренного животного, равно как платы в блуднице, не могли быть вносимы в скинью, в Дом Господа, в Таразаконе 23.18. Потому что обращение пёс применяется апостолам Павла к лжеучителям, филиппийцам 3.2. А царь Соломон и апостол Пётр сравнивают грешных с псами. Это притча 26.11 и 2 Петра 2.22. А пёс возвращается на Блейботину свою. Помните? Слово «псы» употребляется иносказательно для обозначения «гонителей». Это Псалом 22.16. Лжеучителей, Исаия 56.11. Нечестивых людей, Матфея 7.6. И язычников. Матфея 15.27. «Но не давайте святыни псам, говорит Спаситель своим ученикам, и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями». 7.6. Показывая тем, что они не должны предлагать святые истины Евангелия людям гордыни, ожесточённым и нераскаянным, иначе, подобно псам, они могут попрать их своими ногами и, возвратившись, растерзать их самих. Впрочем, даже и у евреев собаки назначались для охранения стад. Это его 30 глава, первый стих. Исаия 56.10. Соломон говорит, псу, вот это вот запишите для себя, это Езекия 9.4. Соломон говорит, псу живому, псу живому, лучше, нежели мёртвому льву. А как вы думаете, почему? Знаете, почему? Поскольку есть ещё возможность покаяться псу живому, а мёртвый лев, как прообраз нераскаившегося, и вы знаете, кого, в связи с тем, что он отверг Мессию Иисуса Христа, не будет иметь возможность покаяться в загробном мире даже, после Рождества и Воскресения Христова, обозначая этим словами, что всякое, даже самое ничтожное существо, пользующееся жизнью, счастливее и важнее самого благодарного и великого существа, но уже умершего. Во время Господа Иисуса Христа собак нередко держали при домах. Ответ женщины Хананьянкина первоначальный отказ ей со стороны Спасителя в помощи об освобождении её дочери, дочери, не самой себя она просила освободить, а дочери, показывает, что она не была оскорблена ответом Иисуса, потому что он так говорил, нехорошо взять у детей и бросить его щенкам. Речь шла о её дочери. Она как... Да, Иисус был Сыном Божьим щенкам, подчёркиваю, тем самым ещё не сформировавшееся верование язычников спасителя этого мира, Сына Божьего Иисуса Христа. Иисус был Сыном Божьим воплощении Божьей любви человеком, я имею в виду Бога-человеком, кротким, смирённым, никогда не позволял себя грубых, невежественных высказаний и выражений, как иногда его делают, хотя и неумышленно в синодальном переводе Нового Завета. Помните Деяние 1 глава 6-7 стих написано, посему они сойдя спрашивали его, говоря, не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю? Он же сказал им, он так не сказал, но здесь так написано в переводе синода, не ваше дело знать временные сроки или сроки, которые Отец положил в своей власти. Знаете, это вообще-то в русском языке, в нашем, в нашей культуре это грубый ответ. Иисус так действительно не говорил, потому что там написано, знаете, там вот что написано, так ли на самом деле ответил Иисус? Нет, конечно. Он сказал, не вам надлежит знать временные сроки, которые Отец положил в своей власти. Одно дело сказать, не ваше дело знать временные сроки, другое сказать, не вам надлежит знать временные сроки. То есть Иисус, говоря ей, что, мол, нехорошо взять у детей и отдать щенкам, он понимал, но, сделав это, когда ему так она ответила, что и крохи едят щенки из-под стола Господина Моего, вот за вот это ответ, что ты понимаешь, он и не хотел оскорблять, он, наоборот, хотел приобрести, говоря о том, показывая о том, что, говорит, но даже и они едят крохи. Говорит, исцелена твоя дочь, из-за того, что она получила исцеление, я верю, что она может быть получит и в будущем и спасение, поскольку сам Господь Иисус, она будет, мать будет свидетельствовать, исцелил ее, из нее вышел бес, и она была абсолютно свободна, здорова. И таких моментов, когда, казалось бы, одно слово, ну какая разница, пес там или щенок и все остальное, нет, в Писании нет ничего написанного просто так. Если это сказано именно уменьшительное, щенка, то мы должны задуматься, почему, потому что мертвому псу, мертвому льву, гораздо хуже, чем живому псу. У него то есть еще возможность, а то уже нет. Ну это все про образах, но и Писание тоже нам помогает познавать именно через прообразы многие вещи, многие тайны. Как я и говорил, вам говорил я, по-моему, да, вам и говорил, по-моему, о том, что когда Авраам послал свою слугу, как имя слуги его звали? Елизера, да, вам говорил. И что подарил слуга, слуга, как про образ Духа Святого, Ревеке, да, что подарил, какие подарки он сделал ей? Серги, да, на уши и браслеты, да. А что такое серьги на ушах? Нет, это посвящение Господу, когда мы кого-то, помните, позволяем пробить и приколоть, мы как рабы его. Она, прообраз того, что она будет посвящена Господу, посвящена. А почему он подарил ей два браслета? И каких браслета? Золотых? А надо точно помнить. А вы почитаете, какие браслеты, из какого они металла, и почему именно два, не три, не одно, не один браслет, не двенадцать, не десять. У нас же есть десять заповедей, а там всего два. Есть всего две лучших заповеди. Возлюби Господа твоего и ближнего твоего, как самого себя. Эти два браслета про образ этих заповедей, как бы. В общем, если мы будем вникать в эти вот подарки, во все остальное, если Бог, Дух Святой, будет открывать, скажет, ва, так вообще все Писание, оно настолько вдохновенно, что это вообще кладезь, это драгоценные истины, там столько там сокрыто. Мы будем читать и перечитывать всю жизнь нашу здесь на земле и в вечности мы будем познавать его. У меня много из примеров, кстати, пример в Аллах. Знаете, помните, Иоанна говорит, что, мол, приводили там, и он в храме там разогнал тех, которые приводили в жертву, там приносили голубей, овец, волов, да? Так вы должны знать, поскольку живете на Украине, что они не могли в храме там находиться, эти волы, которые они там для жертвоприношения были предназначены. по одной простой причине, что вол это тягловая сила. И чтобы это было более тяглая сила, сильнее, его кастрируют, быка кастрируют. Извините меня, но я должен это сказать медицинским термином. И тогда бык становится волом, потому что у него силы теперь гораздо больше, и он предназначен, как тягловая сила, а порочных животных они не приносили в жертву. И вы это знаете. Это было бы великие, вообще, богохульство было, порочного животного принести в жертву. Кастрируют буквы. Представляете, это же вообще. Поэтому перевод неправильный, вол там или бык, имеет то же значение, потому что они почитают евреи и худеи. Что? Мы волу приносили там в храмы. Это же неправда. Это же, понимаете, на нас возводится напрасленно. Мы же почитаем Бога, мы же почитаем заповеди Его. Они же стараются все в точности исполнить. Очень много, очень много примеров. Вот Якова, перевод на украинском языке, украинского билейного обста. Якова 2.9. Когда вы смотрите на область, то это грех. Что значит, когда смотрите на лицо, то совершаете грех? Что на лицо человека нельзя уже смотреть, потому что грех совершаем. Там имеется в виду, когда смотреть предубедительно, то есть с предрассудком, нет, не лицемерие. И не только с вожделением. Предубежденно. то есть лицеприятно. Лицеприятно. Ну, таких моментов я вам говорю. Вот у меня есть 90 листов распечатанных. 90 распечатанных листов. И на каждой странице сколько примеров? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И с обеих сторон. 90 листов. По 8 примеров. Нам не хватит недели, чтобы обсудить вот так подобным образом разницы в переводе. По сравнению с оригиналом, по сравнению с на дальнем периодом. Я заканчиваю. В среднем, где-то, если даже не 8, а если 5 возьмём, да? Это 90 листов. Это только существенных ошибок. Это надо точно издавать какой-то буклет, чтобы люди читали и понимали, почему так в оригинале говорится, а в синодальном так. Чтобы не просто там, а что Валюся Иванович изменил там? Да я не изменял. Я отобразил только то, что написано в оригинале. Я привёл в соответствии с оригиналом текста. И за это я несу ответственность перед Богом Всевышним. Понимаете? Поэтому я верю, что увидит свет вечное Евангелие. Это Евангелие будет благословением для народа Украины и русскоязычного населения. И мы будем всё наслаждаться этим словом, упиваться этим словом. И дальше будем совершенствовать перевод. И как Ветхого Завета, так и Нового Завета. Чтобы действительно у нас был это обоюдоострый меч. Чтобы это было новое вино. Как сказано второе глава Евангелия от Иоанна, когда была свадьба в Кане Галилейской. Я не говорю брак. И сейчас не буду объяснять, почему там был не брак, а там была свадьба в Кане Галилейской. В брак это негативную окраску имеет... А в слове брака я много чего могу вам сказать, но не буду. Вот там было сказано, когда распорядитель пира призвал к себе жениха, кто жених, мы все знаем. И кто распорядитель пира Всевышний, распорядитель всего, тоже знаю. Что он сказал жениху? Ты самое лучшее вино сберег до сели. Все поступают по-другому. Сначала хорошее, а потом плохое. Но ты самое лучшее вино сберег до самого последнего времени. Последний момент. Так у Бога есть самое лучшее вино, потому что многие отступят, многие охладеют, многие... Самое лучшее вино есть на самое последнее время. Что? Будем благодарить Бога? Выгодно. Богу всегда выгодно верить. Вот так. Всегда выгодно верить. Потому что он сказал. Да. Самое лучшее вино, ну, безалкогольное вино, это прообраз. Понимаете, новое вино не вливают в старые мехи, наоборот, новые мехи. Поэтому я вас благословляю и будем последнюю сессию заканчивать молитвой нашей. Хорошо? Я вас помолюсь за всех вас. Поэтому я верю, что у нас было хорошее время, еще будет еще лучшее время. Но много материала осталось, конечно же, не следовало. Слава тебе, Господи! Поэтому заканчиваем. Будьте все!